Добрый день, уважаемые коллеги! Привет из Иркутска! Во время изучения книжного фонда библиотеки Иркутского художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева было выявлено 16 книг об искусстве, опубликованных в период с 1890 по 1923 годы, в которых обнаружены на два совершенно разных экслибриса, принадлежавших, как выяснилось, одному человеку Дмитрию Андреевичу Болдыреву Казарину. Поиски сведений о нем показали, что несмотря на весьма активную художественную, научную и практическую деятельность в Иркутске в начале 1920-х годов, его биография осталась практически неизученной. Немногое из того, что нам удалось узнать о владельце экслибрисов, содержится в исследовании иркутского историка Юрия Петровича Лыхина, который изучал художественную жизнь Иркутска первой четверти XX века. Автор установил, что Болдырев Казарин был художником-графиком, родился в 1898 году близ Симферополя, учился в Императорской академии художеств в Петрограде. В 1918-1919 годах служил по мобилизации в Белой армии, рядовым, затем в Иркутском караульном полку старшим литографом и заведующим художественной студией. С декабря 1921 года преподавал рисование, историю искусств. Служил художником и выпускающим газеты «Власть труда», оформлял и иллюстрировал журнал «Красные зори», этнографический бюллетень в Сорго, ну и также был активным членом в Сорго. В первые годы после установления советской власти в Сибири, цитата, «в Иркутске в связи с открытием университета и деятельностью в Сорго наблюдалась заметная активизация этнографических исследований. Местные типографии печатали научные труды известных иркутских ученых небольшими тиражами, а Болдырев-Казарин вместе с другими художниками иркутскими оформлял эти книги. Так, для книги историка Павла Павловича Хороших, первый ученый, первый бурятский ученый Дарджи Банзаров к столетию со дня рождения, художник изготовил портрет Дарджи Банзарова. Болдырев-Казарин также создал обложку и проиллюстрировал работу учителя Павла Павловича Хороших, этнографа Бернгарда Эдуардовича Петри, народное искусство в Сибири. Художник принимал участие в иллюстрировании первого в стране поэтического сборника Ленинианы Ильичу, ставшего откликом поэтов-иркутян на смерть вождя. Маленькая изящная книжечка, траурный венок умершему вождю, стоит сегодня в ряду чудом сохранившихся изданий, украшенных миниатюрными гравюрами Болдырева-Казарина. Дмитрий Андреевич проявил себя незаурядным публицистом и искусствоведом. Он публиковал обзорные статьи о выставках молодых художников, которые были написаны образным и ярким языком. О выставках копыловцев он говорил, цитата, общее впечатление силы, молодости, здоровья, свежесть молодых, брызжущих радостью жизни дарований. А также отмечал, что новый мотив, с такой силой проявившийся на последней выставке молодых художников, со временем разовьется в великолепную Сибирскую симфонию. Конец цитаты. Аналитические статьи Болдырева-Казарина «Неотложная задача. Сибирский мотив в творчестве учеников Иркутской художественной мастерской. Сибирика в искусстве» показывали актуальность всестороннего и глубокого изучения народного искусства Сибири по образному выражению Дмитрия Андреевича подлинной сибирской живой художественной старины, обладающей исключительной прелестью аромата. Результатом научных изысканий Болдырева-Казарина стала публикация в 1924 году его собственного очерка «Народное искусство в Сибири», в котором автор впервые ввел в научный оборот термин «Иркутская барокко», существующий и поныне. Болдырев-Казарин был активным участником в создании деятельности Иркутского литературно-художественного объединения ИЛХО в 1923-1924 годах, созданного при журнале «Красные зори» 28 февраля 1923 года. Вот как об этом событии сообщалось в журнале «Красные зори», цитата, «ИЛХО — кружок пролетарских поэтов, образование специфическое с резко выраженной физиономией, объединение поэтов, стоящих на точке зрения материалистического мировоззрения», конец цитаты. В состав объединения в качестве его основного ядра вошли поэты, сотрудничающие в нашем журнале художники Сергей Бигас, Болдырев-Казарин, Мозылевский. Говоря о первых шагах ИЛХО, невозможно удержаться, чтобы не процитировать документ более чем 100-летней давности и окунуться в эпоху первых лет советской власти, цитата. По уставу в число членов объединения могут быть вновь принимаемы поэты и художники, разделяющие идеи передовой общественности. Требуется рекомендация двух членов объединения, устанавливается членский взнос, вступной в размере 10 рублей и месячный в размере 20 рублей. Объединение постановило принять участие в проведении комсомольской Пасхи и устроить «Открытый литературный вечер с дискуссией по докладу Друзина о пролетарской поэзии». Конец цитаты. Имеющиеся источники освещает деятельность ИЛХО, свидетельствует, что вот один из его членов, вспоминая о событиях тех дней, так набросал их портреты. Тут, в квартире Голынского, бывали и наши художники-илховцы, оформлявшие и журнал, и сборники «Май» и «Ильичу». Острил – неизменно язвительный и тонкий болдырев-казарин с ржеватой бородкой, всегда утверждавший, что над ней измывается напрасно, и что она не козлиная, а анри-катр. Благодаря этому короткому, но яркому замечанию мы получаем некоторое представление о характере Дмитрия Андреевича, человека остроумного, легкого, дружелюбного, но знающего себе цену. Но, пожалуй, самая важная для нас сторона жизни и творчества болдырева-казарина – это его отношение к книге. Из публикации известно, что 16 декабря 1922 года в Иркутске был создан кружок «Друзья книги» и состоялось первое организационное собрание членов кружка, на котором был зачитан доклад художника Болдырева-казарина «Русский книжный знак». Сопровождавшейся демонстрацией книжных знаков и литературы о них, доклад привлек большое число иркутян, работников в области книги. В это время, вероятно, у художника уже имелся экслибрис для своей библиотеки. Полагаем, что решение болдырева-казарина о создании личной библиотеки было не спонтанным и обдуманным. Во-первых, коллекционер каждый экземпляр собрания снабдил порядковым, или, можно сказать, инвентарным номером, который написан им чернилами от руки, либо на прямоугольном бумажном ярлычке и наклеен под экслибрисом, либо просто записан под книжным знаком. Порядковый номер владелец дополнял буквами «БК». Эти номера указывают, что объем, выявленный в музее собрания, составлял около полутора сотен изданий, и, скорее всего, библиотека продолжала пополняться. Во-вторых, болдырев-казарин изготовил для своей будущей библиотеки два варианта владельческого знака. Экслибрисные композиции обоих книжных знаков отличаются лаконичностью стиля, своего рода художественным минимализмом. Для их создания автор применил разные графические приемы и материалы. В первом случае это линогравюра, во втором – ксилография. Но в обоих экслибрисах отразилось то, что владелец собираемой библиотеки имел непосредственное отношение к культуре и искусству, его творческие пристрастия, общественная и научная деятельность, рассмотренные выше. Экслибрис, который находится на восьми экземплярах с номера 2 до номера 92, представляет собой графическое изображение со строгим незатейливым рисунком. Это ярлык из пожелтевшей плотной бумаги прямоугольной формы с гравюрой в двойной линейной восьмоугольной рамке размером 71 на 43 миллиметра, одноцветной, сюжетной, изображающей бюст в полупрофиль Аполлона, покровителя искусства Мусс и надписью латинскими буквами «Арс» под ним. Ниже в линейной рамке размером 11 на 11 изображены инициалы в виде монограммы БКД. Графическое изображение другого экслибриса, помещенного на изданиях с инвентарными номерами от 101 до 145, простой, но изящный экслибрис, также ярлык прямоугольной формы из тонкой пожелтевшей от времени бумаги размером 64 на 48 миллиметров, изображение размером 37 на 54, ксилография, одноцветная, сюжетная. В центре изображена лента с надписью Д.А. Болдырев Казарин, обрамленная снизу и сверху растительным орнаментом из гирлянды перистых витиевато-закрученных листьев – это стилизация заставок русских первопечатных книг. Эстетические пристрастия, научные и практические потребности собирателя библиотеки соединили книги по зарубежному, отечественному искусству, а также философского и искусствоведческого содержания, опубликованные в конце XIX – начале XX столетия. Большинство из 16 изданий представляет собой небольшие по объему брошюры, напечатанные на бумаге, пожелтевшей от времени в мягких типографских обложках. В собрании Болдырева Казарина имеются документы, выпущенные в период новой экономической политики в 1921-1923 годах частными издательствами «Огни», «Петроград», «Дельфин», «Светлана», «Мысль». С подробным книговеческим обзором экземпляров и собрания Дмитрия Андреевича можно будет ознакомиться в опубликованной статье. Завершая образ Дмитрия Андреевича Болдырева Казарина, добавим, что, как и другие представители творческой интеллигенции города Иркутска, он внес свой вклад в формирование коллекции будущего Иркутского художественного музея. Первый директор самостоятельного музея Георгий Иванович Дудин в своих воспоминаниях писал «1924-й». В феврале-марте этого года Болдыревом Казариным из коммунального отдела горсовета были принесены в картинную галерею две картины художника Вронского «В горах Хамардабана» и «Тунка. Хорошей сохранности». Эти картины, надо сказать, находятся в коллекции живописи ИОХМ и по сей день. А в коллекции графики музея сохранились четыре карандашных рисунка Болдырева Казарина, в том числе и его автопортрет, который сегодня публикуется впервые. В заключение отметим, что, будучи художником-графиком, журналистом и исследователем, Болдырев Казарин собирал личную библиотеку, судьбу которой еще предстоит выяснить, как и дальнейшую биографию этого незаурядного человека. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok